Так, так, так. Здорова! Привет всем, привет! Нужно кое-что в дереве перекинуть. Короче, я придумал, как тут можно оптимизировать. Вот эту часть мы убираем. Она супер плохой value имеет. Соответственно, анспекаем реген здесь. Берем вот эту часть, и у нас появляется прямой доступ к кластерам, которые нам нужно будет здесь делать. И помимо этого, если мы соединяем вот здесь, разъединяем вот эту часть, тут соединяем с этого края, бам! Мы экономим поинты и получаем доступ к еще большему количеству хп. Я еще могу, получается, вот эти ноды взять. Это 96-й левел. 232% хп. Еще, конечно, вот эти 30 инты бы скинуть в идеале. А, еще можно вот этот нод анспекнуть, потому что он всего 1% дает. Какой у меня сейчас левел? 92-й. 5000 часов игры на стандарте упало, я в шоке. Подожди, ты 5000 часов на стандарте играл? Не, ну это компенсация, бро. Так, зафигачим 6 пьюрити. Чат, будем ставить туду-лист или нет? Просто, есть, короче, одна плохая примета. Каждый раз, когда я ставлю туду-лист, перс рипается. Последние 2 перса умерли, по-моему. На следующий день или в тот день, после того, как я туду-лист поставил. Но у нас есть определенный список апгрейдов, которые нам нужны, чтобы мы могли приступить к эндгейму и куберам. С одной стороны надо, с другой стороны опасно. Пусть чат решит, пусть это будет на совести чата. Голосовалка. Так, смотрите, сколько хп чат. Кстати, лол, у меня 6-6-8-6 хп и 6-6-8 маны. К сожалению, я сейчас это поломаю. У нас будет больше хп. Ну, кстати, не так много прибавилось, как я думал. Но у нас прибавится больше, когда мы вот эти ноды докачаем. Они до сих пор эту дичь не пофиксили, что в очи раи падают с запозданием. У меня тоже такой скиф бывает, кстати. Ты хэдхантер? У-у-у. У-у-у. Ну, скарты. Где мой хэдхантер? Я не понимаю. Сколько? Сколько его еще ловить надо? Миррор! Миррор! Поехали, чувак! Поехали! Миррор! Запарили со своими миррорами, блин, в каждом делириуме. О, еще один. Миррор! Ай-я! Ни хрена у него там скараты. Смотри! Ха-ха-ха-ха! What the fuck? Найс! Сука, блин, каждый крип миррор! Чат, как человек, который играет в эту игру 60 всех лиг и ни разу его не выбивал? На это больно смотреть немного, если честно. Хватит! 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 У меня складывается впечатление, что каждый стример в этом мире уже выбил миррор, кроме меня. Чё за бред? Да ну! Зеркало, реально! ГЦ! Я буду последним в мире или что? Чат! Тут сериас щит происходит. Короче, на улице. Пес как холодно сейчас. И там сидит коте, которого я пару раз кормил. И замерзает. И у него мерзнут лапки. И он сидит грустный. И плакает. Поэтому коте сейчас пойдет и спасет его. И заберет домой. Чтобы он не замерз на улице. Только не говорите хозяевам, потому что я даже не знаю, можно ли котов держать, но надо кота спасти. Что, если ты умирал оффстрим? Я никогда не умирал оффстрим. Фанаты! Я вернулся! Мужские соски, можно гачебас, гачебас, гачебас. Думаешь, паркан? Будем надеяться. Подождите, а то он оффстрим умер? Это он умер оффстрим, да? Зис говорит, ему говорят, что если ты умрешь оффстрим, он говорит, я никогда не умирал оффстрим. И следующий клип, как он умер оффстрим. Интересно. Очень бэ. Так, ту-ду-нист. Без гигантской вероятности на рип. Ну, кстати, Харвис на самом деле очень сильно детерминирует крафт. И разброс по рулетке очень сильно снижает. Потому что, например, как раньше крафтилась грудина на подрыв? Ты брал грудину и начинал херачить ее альтами. Через несколько тысяч альтов тебе прокал подрыв, а потом ты пытался скрафтить что-то еще. Заслеймить, замультикрафтить и все такое. Если не получалось, начинал сначала и опять херачил 3 косаря альтов. Сейчас через аугменты это можно сделать просто в 10 раз быстрее. Поэтому, если в этом плане смотреть, рулетки в поя стало в этой лиге сильно меньше. Ну, понятно, что она все равно состоит из рулетки очень жесткая. Вам нравится эта ситуация, чат? Мне кажется, большей части людей нравится. Потому что, когда в крафте и во всем идет тотальная рулетка... Ну, то есть рулетка это нормасно, так чтобы она не была прям повсюду и во всем. Вопрос в том, будут ли они это дальше развивать. Ладно, невозможно, что да. Рандомная карточка. Давай. Ну, за хрень. Два фуза. Я ожидал, что это получше, чем это. Так, еще. Огон GCP. Так, жесткие литиусы. Молтен шелл. Вот это опасно. Сразу говорю, где опасно, вот здесь опасно. Харест вообще. 8 процентов. Охренеть. Охренеть. Чат. Здесь есть люди, которые присутствуют на стриме с начала лиги. Мне это не кажется, да? Я переролил крафт на 8 процентов хп уже где-то раз в 200. Я ни разу не видел 8 процентов. Это проклятие? Мне же это не приснилось, да? Я в шоке. Да, мы можем удвоить. Давайте удвоим X. 4 на X. Если он два раза удваивается, это плюс X. Давай. 8. 7. Давай. 6 на 12. 8. Ну, почти. Почти. Что он будет? О, это хлопок. А зачем он эти 7-ки выбирает? А, он, походу, хочет их посадить. Он засаживает себе хлопок. Кстати, котика котя не смогла найти, он куда-то убежал. Придется его еще поискать. Он сейчас не дома. Он, походу, ушел на трубы Греции или что-то такое. Точим Рюслату. Я бы закину в нее 1-2 Дивайна на самом деле. Я бы киданул парочку, потому что мы можем супер-изи апгрейд по урону словить. Из ниоткуда вообще. Сделай 40% Мора, но и желательно хпшку и силу побольше. Вообще, меня все 4 эти ролла интересуют, но сильнее всего Мор. Давай. Имбо прок. Говнопрок. Ладно, еще одна попытка. 40. 36. Он прокнул на 1% больше. Было 35, по-моему. Но сила и хпшка прокнуло неплохо. Лес, кстати, тоже. Давайте оставим. Трейд тухловат сегодня. Я просто думаю, как я буду валюту добывать. Трейд Харвеста или что-то другое. Есть, короче, вариант. Мы можем попробовать. Есть один обуз на бесконечные дивайны. Его дурка предлагал сделать. Там суть в том, что в одном из регионов есть пассивка на сундуки, которая все их делает карабченными. Если мы вместе с пророчкой на кучу сундуков активируем эту штуку, там будет вся мапка в сундуках карабченных и будет куча дивайнов падать. Может быть профитно. Дивайны, кстати, покупают. Дивайны в цене только дорожают. Нет! Твою мать! Сколько там духов влетело в него? Сколько духов влетело? Фак! Фак, фак, фак. А, всего один нормально. Я думал, три влетело. Один нормас. Кстати, а он когда лестница на ритуале, он тоже будет под духом или нет? Да, должно быть без этого. Твою мать! Здесь ритуал на духа! Оооо, ты чё, серьёзно? Охренеть! Зачарка на карте, на духов возле босса и ещё ритуал на духов пробовал. Давайте попробуем. Так, чат. Сейчас будет одновременно фарм валюты и эксперимент абуза. Суть будет заключаться в том, чтобы с мапки выбивать дохренища дивайнов. Одновременно фарм, плюс эксперимент, плюс набивка экспы, плюс набивка валюты. Всё в одном флаконе. Какие мапки? По сути, не критично. Главное, чтобы это глинах был. Врубаем монстр с трэжер. Чё, эмбуш будем запускать? Ну давайте попробуем. Может она часто будет прокать? Шестилинг пророчку удалил. Ага. Ну вот видите, о чём я говорю? Она не каждую мапку прокает. Прикол в том, что пассивка нам даёт, что все сундуки закарабченные, да? А с этой пророчкой все мобы на карте в сундуках, и соответственно они все закарабченные. А с карабченных сундуков очень часто дивайны падают. И так можно с одной мапки по несколько дивайнов лутать, помимо всего остального. Мы тогда сохраним этот экзюль. Сохраним хаосы. Переролзли. Вообще ни одной ценной карточки. Но вот эту можно. О, прокнуло. Сюка! Закинул эмбуш, не прокнуло. Не закинул эмбуш, прокнуло. Хотя, кстати, по сути мне не важно. Я могу закидывать эмбуш в обычную карту. Так, погнали. Первая мапка. Первая мапка. Чекаем дивайны. Тут будет сундуков несколько десятков. Но нам нужно хотя бы, короче, два дивайна в среднем за мапку выбивать, чтобы в плюс уходить. Он бы не остался на улице. О, первый есть. С бьендами веселее, конечно. О, еще один. Так, все, на этой мапке мы уже в плюсе. А, нет, три. На последнем сундуке. Причем это без эмбуша, без караба. Без они один на другом. А, мне еще прокает эта тема. Там еще 10% шанс есть, короче, что ты на один сундук два раза сможешь нажать. Но когда я изначально на эту пассивку посмотрела, она оказалась супер юзлесс. Но сейчас я уже так не думаю. О-о-о-о! Апаксот! О-о-о! Тя? Он умер? Быстро. Мне понравилось. Прикольно. Так, погнали. Давай, прокни. Не прокнул. Давай, давай. Ееее. Найс. Погнали. Прикол в том, что я думаю, что даже если тебе падает 0, 0 шести линков за мапку, ты тупо на дивайнах все равно в плюс выходишь. Потому что если, например, 6 инвентарей, по 6 шести дырков, 36 шести дырков на 7, это 200 ювелирок. 200 ювелирок это 50 фузов. 50 фузов это 25 хаосов. То есть ты даже на них выходишь плюс. Ну, на софте это менее профитно, потому что ювелирки у вас дешевые, конечно. Я думаю, все еще плюсово, но больше это на хк прям хорошо зайдет. Все в сундуках. А шести линков нет. Как так? Он первый есть, наныл. Так, давай, прокни. Прокни! Сюга не прокнула. Опа-на. О, ничего себе, чат 2 дивайна. Лом. Вместо 2 дивайнов можно 1 шанс получить. Но это... Слушайте, это будет самый подкрученный шанс в игре. С него точно хх прокнет. Да? По-любому это плюс хх. Но мы не узнаем. Я лучше возьму плюс 2 дивайна. Давай. Прокай. Прокай! Монстра спрокнул, валвинс нет. Я же вам говорил, чат, их вместе словить очень сложно. Вот сюда бы валвинс очень хорошо зашел. В том смысле, что все эти делириум мобы, можно было бы их еще караптить сверху. Серьезно, блин? Я все порталы трачу на 6 дырки. Мне еще тут харвист надо будет закрафтить. Получается, некоторые 6 дырки мы не вынесем. Господа. Давайте-ка я сконверчу 3 дырк в... Найс. Прокнуло или нет? Не, не прокнуло. Найс. Прокнуло не там. Бегай среди... Охренеть. Серьезно? Пинт. Ловим. Врубаем. Шотаем. Получаем дивайн. Изи. Изи схема, чат. Рабочая. Так, пророчка на месте. Все на месте. Эмбуш врубаем. Давай. Давай. Рокай. Фак. Запускаю. Прокни. О-о-о. Хорошо, хорошо. Есть чат. Четвертое. Четвертое. Странно, что так мало. А, вот первый. Почему каждый раз, когда я говорю странно, что так мало, почему не упал, он сразу падает? Давай, прокай. Не прокнулась, сука. То в начале лиги есть смысл апнуть сотый. О, плюс один. Да, сука. Тебя котя называет по имени Ильичистер. Она меня называет господин повелитель альфа-доминатор. Разрешите обратиться. А потом ты просыпаешься, да? Когда не спишь. Это уже другой вопрос. Так, чекаем Харвистец. Ха, вов, я его кайчу. Чекайте. Я его кайчу. Еееее. Нихера. Два инфлуэнса на броню, один инфлуэнс на ювелирку. Мы можем словить какое-нибудь найс-свойство, попробовать его зафрэкчурить, а потом закинуть влияние. Я думаю, найдется, куда его можно применить. Бам! Шейпер. Давай, Крусейдер. Крусейдер. Варлорд. Варлорд что-то стоит? Не-е-е. Не особо. Ладно, у нас еще пояс есть. Говорите, Хантер или Элдер. Ну, гоу Элдера. Гоу Элдера. Элдер через три, два. Омагад. Омагад. Неужели попало какое-то влияние? Омагад. Девять экзов. Найс. А, подождите, у него два влияния. Ну да, четыре где-то. Четыре. Окей. Омагад. Пипец. Не помню по названию просто. Нифига, два Синдера. Найс. Эта шутка, она опять не прокнула. Что за хрень? Что? Она сломалась или что? Объясните мне. Какого хрена? Скрещенные пальцы. Что за хрень, а? Короче, я реролю еще. Я не буду ее бежать. Я просто реролю их, пока она не прокнет. Это уже какой-то вообще бред. Гоу, Вастлэнд. Давай, сюка. Что за хрень? Охренеть. Так, да? Да? У нас файт. У нас файт, Ранбо. Окей. Кто более упертый? Музей. Кто более упертый? Я или ты? Я, кстати, понял, что оно прокнет, потому что грузилось дольше. Почему-то, когда пророчка прокает, грузится дольше. Ладно, минус 7 хаосов за эти две мапки, но это уже пипец не смешно. Надо будет просто фиксированное время ставить. О, плюс 1. Все, чат. 7 7 дивайнов получилось дивайны на нашем забеге падали не супер часто с учетом того что я еще пробегал матки которые ну с которых не прокнул most of treasure мы с них на самом деле выпили больше дивайнов чем без них они и там и там 7 в итоге 14 получилось вместе со всеми остальными дропами это кстати очень очень неплохой фарм на самом деле даже несмотря на то что нам типа не повезло открутка мало прокнула все равно все равно очень хорошо набили портал мэйвин его забирает счастливчик под ником артизи 55 кстати знакомый ник знакомый ник похоже на олда так чат мы набили валютку на болванку надо посмотреть это болванка еще на продаже есть та которая за 7 экзов стояла чела нету я думаю может быть завтра в начале стрима ее купить потому что я ее сейчас все равно крафтить не буду уже супер поздно короче план такой чат при учете что сейчас поздно начинать крафтить и все такое завтра в начале стрима я скорее всего смогу урвать болванку подешевле в начале стрима ее покупаем сразу закрафчиваем получаем апгрейд и потом идем дальше по плану сегодня у нас получился прикольный экспериментик нормально набили валюты завтра мы больше упоримся в апгрейды и самое главное сделать хорошую грудину ну и все остальное автоматически с грудинкой у нас открывается слот под перчи я сегодня хотел сходить на пассивки центральные но по ходу это будет завтра но и кстати завтра он будет более готов к этому как раз то есть меньше вероятность либо поэтому на сегодня с вами прощаюсь спасибо за просмотр ловите ссылки завтра днем продолжаем примерно в такое же время она сегодня все пока и до завтра в б чат пока пока а а